Мы оправдываем эту войну. Они это не говорят. Они говорят, религия Ислам это поддерживает. Религия Ислам это оправдывает. Вот так они говорят, понимаете? Это вообще другой уровень. Поэтому то, что они делают, это великое преступление. Можешь, пожалуйста, сказать, как братьям стать беженцами? Куда-то надо обратиться или заехать в страну ЕС. Или заехать в страну ЕС надо. Многие братья в Турции хотят оттуда уехать в Европу. Баракаллахи. И вот сейчас очень смешно смотреть такие видео. И вы сейчас поймете, почему. Давайте сначала его смотрим. ...наблюдение и личная съемка главы республики, так как на прогулке Рамзана Кадырова не сопровождает даже личная пресс-служба. Прокомментируйте лживые мнения муфтията в России про дозволение воевать. Ну, российские чалмоносцы, как их справедливо прозвали, А что вы от них ожидали? Что они могут сделать? Знаете, вот здесь вот гораздо более достойнее себя повели раввины. Иудейские раввины, которые свалили из России. И откровенно сейчас я читал интервью вот этого московского раввина. Он откровенно говорит, что сидя в Москве, я должен был бы это поддержать. То есть, им даже отмолчаться там бы не дали. Он должен был бы это поддержать. Чтобы это не сделать, человек взял и уехал. Вот это тот момент, когда у этих чалмоносцев нет даже вот той совести, которая оказалась у их, так скажем, коллеги. Не знаю, можно его назвать их коллегой. У них не оказалось вот этой совести, чтобы сделать то же самое. Хотя бы свалили бы из страны. Не можете свалить? Ушли бы со своей занимаемой должности, по состоянию здоровья или что-то там придумали бы. Но не поддерживали. Это ведь то, что они делают, это не просто призыв к войне. Это отличается от всех деятельностей, пропагандистов, всяких там зет-патриотов. Вот Соловьев, который, допустим, оправдывает войну и призывает к войне. Это даже не оправдание. Это призывы к войне. Всякие зет-патриоты, которые призывают к войне. Всякие звезды, которые оправдывают войну. И вот эти челмоносцы, это совершенно разные люди и разный уровень того, что они делают. Эти, вот эти вот, вся вот эта группа людей, они не как-то логически, там как-то из соображений патриотизма какого-то там, империализма, нацизма, фашизма. Как угодно, да, они это могут оправдать или к этому призывать. А эти это делают с точки зрения религии. То есть они говорят, они не говорят нам, мы поддерживаем эту войну, мы оправдываем эту войну. Они это не говорят. Они говорят, религия, ислам это поддерживает. Религия, ислам это оправдывает. Вот так они говорят, понимаете? Это вообще другой как бы уровень. Поэтому то, что они делают, это великое преступление. И они должны за это быть наказаны гораздо больше, чем Соловьев, Киселев или какие-то зет-патриоты, военные корреспонденты. Гораздо больше. Это гораздо хуже, чем пропагандисты. Они возвели ложную религию Аллаха. И они за это, если даже в этом мире их не постигнет, за это возмездие, они ответят за это в судный день, иншаллах. И их воздаяние, которое они за это получат, оно будет очень великим. Почему среди чеченцев так много предателей? Почему в других регионах нет столько предателей? Есть, но мало. Это вопрос странный, но требующий ответа. Никак не хочу упрекнуть чеченцев в мои братья. Дорогой наш брат Илон Маск 2. Я не знаю, где ты взял такую статистику, социологию, что в Чечне больше предателей. Мне не хотелось бы тебя огорчать, конечно, но у нас другие оценки этого. И наши оценки, наверное, будут более объективными. Но на самом деле мало чем наши регионы друг от друга отличаются. По количеству штата МВД, по количеству штата Росгвардии, в зависимости от населения наших республик или любых даже других регионов России в целом эта цифра по своему процентному соотношению к населению людей она будет примерно одинаковой. Так что нет никакого лидерства здесь. Вот в чем у нас есть лидерство у Чечни, так это по концентрации российских военных баз и российских военнослужащих на территории республик. Ни в одной другой республике нет такого количества, такой концентрации российских войск. Вот этим, наверное, Чечня действительно отличается. И объяснить это тоже несложно. Это регион, это народ, который на протяжении долгих-долгих лет и веков постоянно восставал. Поэтому этот народ нужно держать под особым наблюдением, под постоянным колпаком, под постоянными репрессиями. Поэтому здесь, да, больше, конечно, российских войск. Тумсо, вы, чеченцы, между собой обсуждаете будущее государственное устройство Чечении или у вас консенсус о том, что государство будет на основе шариата или что-то в этом роде? Нет, у нас нет никакого консенсуса. Вы себе не представляете, насколько многогранно наше общество и насколько внутри чеченского общества существует политическое противостояние, споры, дебаты. В этом плане мы... Мы... Ну, наверное, мы уже как-то... Хотя нет, не буду делать каких-то заключений по этому поводу. Просто скажу, что да, мы... У нас друг с другом очень много споров. Но в чем мы все едины? Это в том, что у нас должно быть независимое государство, свободное, что оккупационные войска должны уйти. То есть в этом вопросе у нас абсолютный консенсус. Вот в этом чеченском... Чеченском... Не российском... Среди чеченцев, которые не являются россиянами. Вот так скажем. То есть мы сейчас не говорим про Кадырова. Это мы их не считаем частью чеченского общества. Это часть российского общества. То есть это россияне, это люди, которые не просто хотят, а даже борются, устанавливают у нас российскую власть, российский закон, российскую конституцию. То есть этих людей мы не считаем частью своего общества. А вот наше общество, в этом обществе, внутри у нас очень много серьезных политических споров, трений. Но мы все едины в том, что однозначно республика должна быть свободной, независимой. И мы должны деоккупироваться. Чечня будет слишком маленькой страной. Согласен, Тумсо, было бы хорошо сделать, как в НАТО. Кавказ, типа кавказский, будет один президент, мусульманин, как Россия. Кавказ, страна, было бы хорошо. Чечня будет слишком маленькой страной. Нет, не согласен. В мире есть меньше страны, чем Чечня. И по территории, и по населению. Лучше сделать так, ну, это смотря у кого спросить. По мне нет. По мне лучше сделать независимые государства и объединить их в единый союз. Сделать какое-то, наподобие Европейского союза, правительство общее. Типа, как здесь есть Еврокомиссия, есть Евросовет, Совет Европы. Сделать что-то подобное. Но чтобы страны были независимыми, суверенными. Чечня, Дагестан, Ингушетия, Осетия, Кабардино, Балкария, Карачаево, Черкесия, Адыгея. Или если там хотят еще больше, какие-то республики, допустим, хотят разделиться. Скажем, Балкария отдельно, Кабардино отдельно. Я не вижу проблем. Если какие-то дагестанские республики хотят также быть отдельными, я не вижу проблем. Если наоборот, Балкария с Карачаем, допустим, хотят объединиться, сделать одну республику, Так как там, ну это практически один народ, один язык, одна культура, одни, наверное, хотя не буду рассуждать по поводу этого, но язык один однозначно. То же самое, допустим, кабардинцы, черкесы, адыги, тоже практически один народ. Если, например, они хотят сделать единую республику объединиться, тоже не вижу проблем. Я считаю, что мы должны к этому подходить вообще как-то легко. И не пытаться вот эти регионы, знаете, сохранить. Эти регионы, вот эти республики сегодняшние, их нам нарисовали советы. Вот Кабардино-Балкария, допустим, это что, мы что ли это выбрали? Это мы такую республику создали? Это кабардинцы с балкарцами когда-то объединились и сказали, давайте у нас будет. Ну нет, конечно. Конечно. Это же сделали для них. И почему мы сегодня должны за это зацепиться? Нет, это вот, какой развал? Если они захотят как-то иначе это все перекроить, никаких проблем. Главное, чтобы это все было безскровно, по-братски, в рамках переговорного процесса, вообще не вижу никаких проблем. Томсо, на какой резине лучше уехать со страны? Зимней или летней, говорит. Последние новости с российских границ показывают нам, указывают нам на то, что лучше уезжать на самокатах или на велосипедах. И не важно, какая там резина. Лучше свои машины куда-нибудь, либо, я не знаю, их сбагрите, либо их законсервируете где-нибудь. Садитесь на велосипеды, электросамокаты и пересекайте границы. Ассаламу алейкум. Томсо, можешь, пожалуйста, сказать, как братьям стать беженцами? Куда-то надо обратиться или заехать в страну ЕС. Или заехать в страну ЕС надо. Многие братья в Турции хотят оттуда уехать в Европу. Алейкум ассалам. Те, кто находятся в Турции, они на территории Турции, ну, они могут, конечно, пойти в любое посольство запросить, но процентов 99,9% им даже их не будут рассматривать. То есть, никто им даже отказывать не будет. Что касается, находясь на территории России, то сейчас некоторые страны заявили о том, что они будут предоставлять убежища, выдавать какие-то там гуманитарные визы для тех людей, которые хотят избежать мобилизации. По-моему, США это заявили. Но работает ли в России в таком режиме посольство США, не знаю. Возможно, это будет работать только если выехать из территории. А может быть и будет, я не знаю. В общем, это там на месте нужно как-то выяснять. Но некоторые страны, по крайней мере, заявили, что они будут рассматривать такие просьбы. А так вообще, в идеале, вы должны оказаться на территории какой-то страны. Как правило, это страны Европейского Союза или же Шенгенской зоны. То есть, даже те страны, которые не входят в Европейский Союз, но входят в Шенгенскую зону. А также это страны, которые, в принципе, ни в Шенгене, ни в Европейском Союзе не состоят, но являются такими правовыми, так скажем, как Грузия, например, где можно запрашивать убежище. Но вам нужно либо оказаться на территории этой страны, легально, нелегально, неважно, как вы оказались. Либо вы должны приехать на границу КПП, то есть пограничный пункт этой страны, и там подать заявление. Когда вы подаете заявление на пограничном пункте, шансов, что оно будет принято, рассмотрено, вас не развернут. Их, конечно, меньше, чем когда вы оказались на территории самой страны. То есть, когда вы приходите на пограничный пункт, то вас, как правило, разворачивают. То есть, от вас не принимают. Либо принимают, на месте прям отказывают, говорят, что не верят. И у пограничной службы есть вот такие вот. Точнее, по факту они, конечно, не должны были так делать, но они, к сожалению, делают. Примером тому Польша, которая разворачивала на протяжении долгих-долгих лет. Разворачивала всех, кто там приезжал. Некоторых пропускали, но в основном всех разворачивали. Люди там делали по 50 попыток. В общем, здесь шансов меньше. Конечно, когда вы оказываетесь на территории страны, то здесь уже вас сразу никто не высылает. Вас в любом случае рассматривают. Но, находясь на территории России, конечно, шансов меньше, что какие-то посольства рассмотрят ваше прошение, и вы будете оттуда как-то вызволены. Теперь, что касается каких-то ближайших стран к России, типа Казахстана, Узбекистан, Киргизия и так далее. Там запрашивать какие-то убежища смысла нет. Это не такого правового статуса, наверное, страны. Но там можно просто переждать. То есть, можно просто по поводу этой, как турист туда приехать, там виз никаких не надо, просто приехать и как-то легализоваться на какое-то время, и, в общем, как-то переждать. А также была информация, что Монголия готова принимать россиян, пытающихся избежать мобилизации, и готова им даже какие-то временные виды на жительство предоставлять. Поэтому тоже как вариант можно использовать. Я, кстати, это, конечно, вызывает улыбку, но я бы не снимал эту возможность со счетов. Потому что вы можете, по крайней мере, вы можете безопасно какое-то время переждать. Вы можете, находясь там, уже планировать оттуда переезд куда-то. То есть, у вас появляется более-менее свободное такое время, безопасное, точнее, время, когда вы не переживаете, что к вам сейчас постучит участковый с военкомом и вручит вам повестку. То есть, вот эта все-таки, вот эта безопасность, которую вы имеете, она многого стоит. Я знаю это по себе, так как я какое-то время провел в Грузии. И, честно говоря, Грузия для меня не была таким перевалочным пунктом. Я того, если бы Грузия предоставила мне убежище, я бы остался в Грузии. Но получилось так, что они мне не предоставили. И это такой переходный такой этап получился. Годы 8 месяцев я провел в Грузии. И вот это очень важно, что ты, даже находясь в Грузии, когда на мне не было какой-то угрозы депортации, это давало мне возможность спокойно планировать какие-то свои дальнейшие действия, не переживая за то, что сейчас ко мне ворвутся, меня куда-то заберут. Это очень важно. Вот это вот спокойствие, которое дает тебе сосредоточиться на каких-то планах, мыслях. Это дорогого стоит. Томсо, перестань игнорить. И давай тему про сына Кадырова и бизнесмена. Ох, забыл я про эту тему. Жаль, что ты перед эфиром мне об этом не написал. Это же такая была интересная тема. Но, к сожалению, я сейчас не могу вам ее озвучить, так как я не подготовил материал, это надо показывать. Но, уже мы подходим к концу этого эфира. Я предлагаю нам напоследок посмотреть такой короткий, такой маленький, ну, небольшое видео. Это видео в несколько лет, в несколько летней давности. И вот сейчас очень смешно смотреть такие видео. И вы сейчас поймете, почему. Давайте сначала его смотрим. ...наблюдение и личная съемка главы республики, так как на прогулке Рамзана Кадырова не сопровождает даже личная пресс-служба. Видеоролики сразу начали распространяться в интернет-мессенджерах. Некоторые из них прислали и в редакцию телеканала Грозный. Вот, казалось бы, да, сняли они такой репортаж. И после этого вроде как все. Теперь надо соответствовать. Нужно было теперь убрать эту всю охрану, ходить пешком на работу. Но нет, просто сняли репортаж, а дальше жизнь идет своим чередом. Как вы понимаете, ну, вы не мне вам рассказывать, какой штат охраны у Кадырова, как он ездит на работу. Ну, все тогда. На этом будем завершать. Берегите себя, своих близких. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миру. Ва саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.